Международный экипаж корабля «Союз МС-25», в составе которого первая космонавтка нашей суверенной страны Марина Василевская, приступил к исследовательской работе. Научная программа разработана Национальной Академией Наук совместно с Роскосмосом и Российской Академией Наук. Она включает семь экспериментов в области биологии, физиологии, автономного функционирования космических станций. Марина Василевская непосредственно займется биотехнологическими экспериментами. Исследования по выращиванию в космосе растений также ей предстоит детальное фото и видеосъемка Земли. Что разработали белорусские ученые для космоса, расскажет Юлия Хмель. Испытать отечественные разработки в космосе – такая задача у нашей Марины Василевской, первой белорусской женщины-космонавта. Проведение биотехнологических исследований – лишь часть в большой программе научных исследований. В частности, на борту МКС исследуют пробиотики, которые в последующем, возможно, будут использованы в создании продуктов питания для космонавтов. Для этого ученые Института мясомолочной промышленности Национальной Академии Наук разработали специальные комбинации микроорганизмов, подобрали молочные основы и определили оптимальную питательную среду, в которой эти бактерии могут развиваться в условиях космоса. В свою очередь Марине Василевской предстоит выполнить задание по культивированию и хранению образцов молочнокислых и бифидобактерий. Космонавт также изготовит на орбите кисломолочные продукты с комплексом пробиотиков. Для того, чтобы подготовить именно образцы, которые мы отправили на МКС с экипажем, у нас ушло где-то 6-7 месяцев. Имут участие в этих исследованиях 16 штаммов микроорганизмов и бифидобактерий разных видов, лактобацор различных видов и термофильного стриптокока, как в состоянии анабиоза, то есть леофильно высушенное, так и в состоянии тоже анабиоза, но готовые к поведению культивирования на питательных средах, ну и, соответственно, на молочных основах, на основе которых мы планируем получить образцы кисломолочных продуктов. С использованием культур пробиотиков были разработаны целый ряд кисломолочных продуктов и была проведена клиническая апробация этих продуктов, была доказана эффективность употребления кисломолочных продуктов с пробиотиками для нормализации микрофлор желудочно-кишечного тракта человека. Мы планируем, что тот кисломолочный продукт, который мы получим в условиях МКС, и в дальнейшем исследуем, мы считаем, что это первая ступенька, первый шаг к тому, чтобы создавать кисломолочные продукты на борту Международной космической станции и использовать их в питании людей, которые длительное время находятся в условиях микрогравитации. Для проведения этих экспериментов на борт МКС доставлены научные аппараты биоэкология и пробиовид. Для полета в космос их подготовили сотрудники Института мясомолочной промышленности. Сами работы выполнялись в Институте медико-биологических проблем Российской Академии Наук. Благодаря эксперименту на орбите ученые планируют получить данные о том, насколько штаммы пробиотиков комфортно чувствуют себя в условиях невесомости. Исследования также позволят установить особенности кисломолочных продуктов, полученных во время космического полета. Юлия Ахмель, Григорий Кристофович, агентствователь новостей.